Средняя заработная плата женщин в России на треть ниже, чем у мужчин. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Процент занятости женщин высок, но при этом они проигрывают мужчинам в должности, уровне образования и оплате труда. Равноправие с мужчинами достигнута в вопросах владения имуществом и свободы передвижения. Проблемными областями оказались оплата труда, начало карьеры, а также права, связанные со вступлением и расторжением брака. Более 50 тысяч многодетных семей стоят в Татарстане в очереди на землю. При этом на кадастровом учете числится около 37 тысяч участков. По данным Министерства земельных и имущественных отношений республики, в Казани в очереди на получение земли стоят более 12 тысяч человек. В набережных челнах почти 7 тысяч. Татарстан станет одним из пилотных регионов по модернизации службы занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента занятости населения Минтруда России Михаила Кирсанова. В этом году пилотный проект начинает работать в 16 субъектах России, а через пять лет модернизированные службы занятости появятся во всех регионах страны. Россиян ждет короткая рабочая неделя, всего четыре рабочих дня. С понедельника 4 марта по четверг 7. Предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час. В этом году международный женский день 8 марта выпал на пятницу, поэтому у россиян будет три выходных 8, 9 и 10 марта. Президент Татарстана отмечает сегодня день рождения. Ему исполняется 62 года. С праздничным событием Рустама Миниханова поздравили рядовые жители республики, записав по такому случаю специальное видео поздравление. В нем пожелание семейного благополучия, ярких эмоций и открытий здоровья и успехов.